Вот у нас потолок тоже. В том году пошел дождь сильно. Был сильный дождь, пробегает. Благо, что ребенок не бежал. Прибило бы ребенка. Кто бы отвечал? Какие коммунальные услуги? Никакие. Только сами жители. Мы то есть сами за себя живем и боимся. Дом 12 в переулке Трудовом, построенный почти 70 лет назад, давно исчерпал свой ресурс прочности. Сегодня он один из 210 жилых строений в Барнауле, определенных под снос и расселение. Марина показывает нам акт признания дома аварийным. Он был составлен в прошлом году. Признать признали, но когда люди переедут в новое безопасное жилье, им до сих пор никто не сообщил. Нам пришло письмо с администрации этой же жилищно-коммунальной инспекции. Нам было написано. То есть все жильцы поняли так, что вы сами дом сносите и ищите подрядчика. В 2018 году земля под домом перейдет администрации. И там уже администрация будет решать, куда нас переселить. Либо оставить в этом доме, либо куда-то переселить. На сайте реформы ЖКХ информации о сроках расселения этого дома тоже нет. Более того, там же в общегородском списке есть дома, жители которых ждут новых квартир с 2016 года. Как нам пояснили в администрации Барнаула, сейчас в крае расселили жители всех домов, которые подали заявки до 2012 года. Попавшие в реестр после ждут очереди. Между тем, в начале текущего года краевые власти заявляли, что продолжат расселение. Обещали выделить из краевого бюджета сначала 300, а потом и более 400 миллионов рублей. Чиновники уверяли, этого хватит, чтобы расселить более 500 человек в крае и полностью закрыть проблему в Олейске и Славгороде, а также в трех районах края. Громкие обещания тогда процитировали не только местные СМИ, но и ряд федеральных изданий. В 2018 год у нас не должен быть годом простоя или годом технологической паузы в сносе жилья, потому что у нас есть несколько сюжетов, когда ситуация более чем актуальная. Время идет. А вот идет ли в этом году переселение из аварийного жилья? На этот вопрос чиновники из краевого министерства строительства сразу нам ответить почему-то не смогли. Ждем ответа на официальный запрос. Между тем, власти Барнаула, которым на расселение в 2018 обещали выделить больше 80 миллионов рублей из краевого бюджета, предлагают особо нуждающимся промежуточное решение. Это аренда жилого помещения, либо переселение в маневренный фонд до момента предоставления другого жилого помещения, либо выплаты собственникам за аварийное жилье. Мы надеемся все же на федеральную программу. Проект уже есть, обсуждается. Как только будет принята федеральная программа, на условиях этой программы граждане будут переселены. Ожидается, что упомянутая новая программа расселения будет принята на федеральном уровне в начале 2019 года. Алтайский край, уверены, краевые чиновники туда войдет. Но как много средств будет выделено региону, как быстро все нуждающиеся получат жилье, неизвестно. Между тем, жители дома по трудовому 12 продолжают самостоятельно латать дыры то в стенах, то в крыше. Говорят, на доме, определенном под снос, поставила крест даже их управляющая компания. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...